Ну, традиционно немножечко еще ждем минут, наверное. Ну, еще у нас даже не время без пяти. Три минута еще. Ну, минут пять точно подождем еще. Может быть, пока какие-то есть вопросы общего какого-то характера. Нет. Здравствуйте. А можно задать вопрос? Я хотела спросить по поводу раздаточного материала. Будет ли он или он такой формат не предполагает? Что вы имеете в виду? У нас не курс. У нас вебинар ознакомительный с темой коучинговой организации. Поэтому каких-то специальных раздаточных материалов нет. Но будет запись, как мне сказали, этого вебинара. Спасибо. Потом в конце есть некоторые ссылки, по которым вы можете посмотреть. И в презентации у меня есть тоже ссылки на разные исследования, о которых я буду говорить. Вы можете уже потом посмотреть самих вот таким образом. Каких-то распечатываемых материалов у нас не предусмотрено. Давайте пока немножечко подождем еще. Продолжение следует... 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 Интересна тема КПК в бизнесе, когнитивно-поведенческого коучинга в бизнесе. Наталья пишет. Хорошо. Смотрите, почему я еще спрашиваю, потому что если у вас возникает вопрос, чем отличается КПТ от КПК, когнитивно-поведенческий коучинг мы называем сокращенно КПК, или по-английски это CBC, Cognitive Behavioral Coaching. Вот это мы обсуждали уже в предыдущих вебинарах, и вы можете их посмотреть. Я вот на этом моменте не собираюсь подробно останавливаться про разницу именно КПТ и КПК, что такое коучинг. Хотя коротко я скажу. Ага, вот Лиза пишет, что тоже психолог КПТ, пятый курс психологии, специальность психологии служебной деятельности. Это, видимо, МГУ, да, там есть такая специализация. В организации. Я поняла, что... У нас как раз в этом году был курс по коучингу. Ага, Лиза, да, хорошо. Это был обиденческий коучинг, поэтому очень интересно, как когнитивно-поведенческий коучинг будет работать в организации. Потому что, да, мы тоже уже ввели на уровне бакалавриата в высшей школе экономики коучинг именно для специальности, вот организационный психолог, психолог в бизнесе. Вот для этих специальностей именно коучинг больше подходит, чем консультированный. И мы это преподаем, кстати, Антон. Вот, ну, я доцент департамента психологии высшей школы экономики. Также я руководитель научно-учебной группы психологии организационной коммуникации в НИУШЕ. И вот в этой научно-учебной группе мы разрабатываем в том числе додологию коучинга, как такого инструмента работы с коммуникацией в организации, улучшения коммуникации и так далее. И, как я уже сказала, я член совета секции коучинг ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Здесь еще немножко поподробнее. И вот если вы хотите поподробнее почитать что-то, здесь две мои книги «Коучинг в бизнесе» и «Консультирование и коучинг персоновой в организации». Есть еще у меня книга «Когнитивно-психологическое консультирование. Когнитивно-поведенческий подход». И вот такие курсы я преподаю в Высшей школе экономики. То есть я простроила практически вот эти курсы от бакалавриата к магистратуре магистрской программы по психологии в бизнесе. Про мое образование тоже можете посмотреть, не буду все это говорить. И самый большой мой интерес – это развитие научно-обоснованного подхода в коучинге. То есть сделать коучинг научно-обоснованной практикой, а не тем, что она сейчас иногда в некоторых случаях представляется многим, как что-то такое маргинальное и не очень как бы обоснованное. На самом деле существует уже большая традиция обоснования коучинга как такой вот действительно научно-обоснованной практики. Я сегодня об этом расскажу. И давайте немножечко про то, что такое когнитивно-поведенческий коучинг тоже скажу. Это теоретический подход в коучинге, который опирается на методологию и принципы когнитивно-поведенческого подхода, психологии и психотерапии и использование когнитивной модели личности. Мы такое определение взяли за основу в нашей секции. Вы можете это посмотреть на сайте нашей секции. Кто, может быть, уже в нее вступил, зарегистрировался, те знают. И обращу ваше внимание на слова «теоретический подход». Психологи знают, что такое теоретический подход, но вот коучи иногда не понимают, не различают подход и маркетинговые какие-то названия, номинования. Теоретический подход опирается всегда на некоторую модель личности. И для когнитивно-поведенческого подхода это именно когнитивная модель личности, то есть представление о том, что мышление, поведение и эмоции взаимосвязаны. И именно наше мышление определяет то, как мы воспринимаем окружающий мир и как мы, соответственно, в нем себя будем вести. И этим подход отличается от других подходов, коучинги, которых на самом деле уже очень много. Если вы подробнее хотите эту тему узнать, понять, то посмотрите мой предыдущий вебинар. Он есть, как я сказала, на нашем канале YouTube, канале секции. И обращаю еще ваше внимание, что именно когнитивно-поведенческий коучинг имеет подтвержденную исследованиями эффективность. То есть является таким evidence-based подходом в коучинге. Это не просто слова. Вот недавно меня спросили, что не является ли это маркетинговым таким ходом, когда заявляют, что когнитивно-поведенческий подход научно обоснован. Ну, на этот вопрос у меня один ответ. Это всегда легко можно проверить, взять и посмотреть. Потому что evidence-based – это не слова, это конкретное обоснование, это конкретное исследование, которое показывает, работает или не работает метод. Ну, здесь немножечко я хочу пояснить про подход, который я развиваю. На самом деле, уже даже в нашей секции есть несколько таких подходов и направлений внутри когнитивно-поведенческого коучинга. Вот я развиваю интегративный подход в коучинге, который основан на такой комбинации обобщений различных ветвей. Кто когнитивно-поведенческий терапевт, вы знаете, что в КПТ много есть направлений, ветвей. И коучинг тоже основывается во многом на этих ветвях. Тоже есть ответвление, есть рэпт-коучинг, есть классический когнитивно-поведенческий коучинг, есть мотивационное интервью и основанный на нем коучинг и так далее. Солюшн-фокус коучинг вот есть, SFC. Но если посмотреть, то, конечно, они все объединены когнитивной моделью. И если вот мы из когнитивно-поведенческого коучинга берем основную когнитивную модель, это ABC, вы знаете ее, да, понятие когнитивных искажений, из рэп-коучинга, вот очень популярная модель – это G, A, B, C, D, E, F. G – это goal, потому что в коучинге мы говорим про цели, а не про проблемы. Из ОРКТ или Солюшн-фокус-дрипс-терапии очень много техник тоже берется в коучинге, и основной – это модель практикс, и также техники шкалирования, волшебные вопросы. И самое главное – это ориентация на решение, то есть Солюшн-фокус-коучинг, то есть ориентация на принятие человека в решение какое-то. Мультимодальная терапия тоже внесла свой вклад в формирование, в тендологии когнитивно-поведенческого коучинга и мотивационное интервью. Но также не забываем, что все-таки коучинг, он также включает такие моменты идеологические, что ли, как то, что сформулировал Роджерс когда-то, роджерианская триада – это безоценочное принятие клиента, эмпатия, открытость опыту – это все идеи от Роджерса, хотя в коуче часто говорят, что это специфика именно коучинга. И из позитивной психологии – это акцент на позитивных сторонах опыта клиента. То есть не в негатив мы в коучинге уходим, не в проблему и какие-то глубокие негативные переживания, а именно мы ориентируемся в коучинге на позитив и на достижение цели. И этим он отличается от терапевтического подхода, где все-таки внимание больше идет в проблеме и каким-то негативным сторонам опыта и тому, как с ним справиться. Вот почему коучинг именно в когнитивно-поведенческом подходе становится все более популярен в организации? Ну вот у нас пока еще не очень в этом разбираются. Мы как бы, вот наша секция, она такая, такой проводник, что ли, этих идей в России. А на Западе уже давно эта работа проводится. И смотрите, организации на самом деле нуждаются в подходах с обоснованной эффективностью. Что это значит? Ну, организация вкладывает большие деньги в коучинг. Коучинг стоит довольно дорого. Особенно executive coaching, если организация нанимает коуча, executive для своих топ-менеджеров. Представьте, какие это вложения. Как им понять, эти вложения эффективны? То есть действительно ли будет что-то позитивное для организации? И для этого нужны как раз доказательства в виде исследований, в виде цифр, которые организация может посмотреть и сказать, да, вот эффект есть. И если посмотреть, я сейчас объясню, как проверить, доказательный подход или нет. Если посмотреть, например, вот я набрала просто ЭПСКО, есть такая литературная библиотечная база, библиографическая, и просто набрала community behavioral coaching. Смотрите, 76 тысяч с лишним результатов в поиске. Это результат. Конечно, надо фильтровать, надо смотреть, что за результаты, но это уже показывает, что тема действительно разрабатывается, есть действительно уже исследования по этой теме. И также разработаны модели, инструменты оценки эффективности когнитивного поведенческого коучинга, которые могут применяться в организации. То есть инструменты есть, на русском языке нет. Ну, я вот разработала небольшую одну шкалу со студенткой, мы разрабатывали. Но очень есть хорошие инструменты есть, на английском языке, которые, конечно, ждут своего перевода, адаптации на русском языке. Это все непросто, и этим надо заниматься. Вот как можно определить, доказательный ли подход? Ну, психологи это знают, опять же. Это я коучам часто объясняю. Если вы все это знаете, то можете, ну, как бы, просто согласиться или не согласиться. Это наличие публикаций. Посмотреть по скопу, СВОС, ну, они сейчас у нас заблокированы, но есть открытое Эпско, есть Ресочкейт, есть и Лайбриджи русскоязычное. Сколько вообще результатов научных публикаций есть. То есть не в Google, который нам даст очень много всякой билетристики, а именно в научной базе. Но дальше мы смотрим качество научной публикации. Где это? Если это просто тезисы докладов, то это недостаточный уровень доказательности. Потому что тезисы докладов обычно берутся практически все, без какого-то глубокого рецензирования. Там обычно докладываются какие-то еще промежуточные результаты. Вот если у нас в Лайбре посмотреть, я это анализировала, то там в основном это тезисы докладов на конференциях. А высший уровень – это уже статьи в рецензированных журналах, и надо смотреть, какого квартеля. Первый квартель – это самые такие сильные и доказательные обычно публикации. И потом мы смотрим уже качество публикаций, какой уровень доказательности внутри. И низший уровень доказательности – это такие описатели, знаете, кейсы описывают, описание кейсов. Это тоже нужная работа, это тоже важно, проанализировать свой опыт и какие-то кейсы из практики. Но высший уровень – это рандомизированные исследования с контрольной группой. И вот именно по когнитивно-поведическому подходу в коучинге такие исследования уже есть. Вы можете посмотреть, я в конце вам дам такие ссылочки на некоторые источники, в частности на страничке нашей научно-учебной группы, вы можете найти мои статьи. Вот наша статья с Леной Наумцевой по эффективности коучинга. Там как раз описаны результаты исследований, и можно их посмотреть, почитать и удостовериться, что да, есть доказательства, то есть это не маркетинговый ход, это именно факт, доказательства есть. Это все можно проверить. И это было такое вступление, немножко про применение когнитивно-поведического коучинга в организациях. На самом деле коучинг, ну вы знаете, что коучинг возник первоначально в спорте, это в голове, да, теннис, гольф, но затем он, в общем-то, возник именно в организациях. Джон Уитмор разработал модель ГРОУ именно для использования в организации. Я достаточно много училась до всяких событий в Лондоне и встречалась там с различными коучингами. Вот я их спрашиваю. Вот вы раньше были психотерапевтом там, да, или психологом, консультантом, потом пришли в коучинг. Почему? Что вас заставило? И знаете, что они мне сказали? Бизнес очень настороженно относится к психотерапии. То есть, если ты приходишь в бизнес-организации, говоришь, что ты психотерапевт, ну, как-то они так вот, им не очень хочется. Потому что психотерапия ассоциируется с некоторой слабостью. То есть, что-то с тобой не так. У них, вот, казалось бы, у них развита психотерапия лучше, чем у нас, да, и дольше. Но у них тоже такое есть, у них некоторые предобеждения. А когда приходишь и говоришь, что ты коуч, они говорят, круто. То есть, у коуча иметь у себя, как бы, я, у меня есть свой личный коуч, среди руководителей, это, ну, круто. А психотерапевт ухожу, они как-то немножко скрывают, не афишируют. То есть, легче войти в организацию, если ты коуч. Ну, есть еще некоторые моменты, связанные с тем, что все-таки, по крайней мере, в западных странах для коуча не такая строгая регуляция на государственном уровне. У нас это тоже есть, но сейчас у нас разрабатываются уже некоторые профстандарты, требования квалификационные. То есть, у нас уже регуляция началась. Вот, но хочу еще вот обратить ваше внимание на то, что именно, что касается когнитно-поведенческого коучинга, то еще Элис, Альберт Элис, кто вот как раз из когнитно-поведенческой терапии, да, вы хорошо это знаете, и именно он ввел различные краткосрочные форматы работы, например, тренинг за уикенд, который сейчас популярен в организациях, это его идея. Односессионная терапия, то есть терапия за одну сессию, тоже у него была такая идея. И самое главное, он сформулировал некоторые идеи о том, как РЭП, который он разрабатывал, Элис, основатель РЭП, может применяться в организации. И вот у него была идея о рациональном лидерстве, о которой я сейчас тоже немножко расскажу. Вот я здесь привела статьи его, где вы можете посмотреть эти идеи. Ну, как я уже сказала, что про Джона Итмора, он разработал модель ГРОУ, это модель бихевиоральной. Тоже коучи не всегда это понимают, осознают, но это фактически чистый бихевиоризм. И, собственно, уже комбитинг-этический коучинг, вот можно считать, начал развиваться, когда Доминик Дематио, он встретился с Элисом. Он до этого был бизнес-тренером в организациях, работал бизнес-тренинг, проводил тренинги. И вот он стал сотрудничать с Элисом, и после этого он добавил модель ABCDEF Элиса в свои тренинги в организации. Он проводил тренинги по стресс-менеджменту. Тоже вы можете посмотреть здесь, я статьи привела, и почитать поподробнее про это. И, конечно, наш любимый Артур Приман, он тоже с 90-х годов разрабатывал идеи, связанные с коучингом, и Prescriptive Executive Coaching, это его модель. Вот он также стоял у основания Ассоциации когнитивно-поведенческого коучинга, которая провела два конгресса когнитивно-поведенческого коучинга уже. Ну, почему-то вот после этого они перестали проводить. И с 2000-х годов примерно развивается еще такое направление Coaching Psychology. Это подход психологии, отрасль психологии, можно сказать, отрасль психологического знания, в рамках которой коучинг CBC, Cognitive Behavioral Coaching, признан основным доказательным подходом. Очень много статей, книг про это написано, тоже это можно все почитать. И вот Энтони Грант, это основатель Coaching Psychology в Австралии, а в Великобритании Стивен Палмер. Вот они основали эту такую отрасль научную, научно-прикладную, я бы сказала, отрасль психологии. И Джонатан Пасмар тоже сейчас очень активно развивает Coaching Psychology. Вот он на конгрессе психологическом выступал с этой темой. Я там была в 21-м году, был конгресс в Праге. И вот Международная ассоциация комитетно-поведенческого коучинга, она также работает, существует. И они организовали в 14-м году первый конгресс, и второй конгресс прошел в 16-м году. В настоящее время большое количество рандомизированных исследований, коучинговой организации. Я немножко приведу вам некоторые результаты, вот у меня здесь есть на слайдах. Но, конечно, все это невозможно, очень много сейчас статей, публикаций, которые показывают, что да, это действительно работает, это эффективно. Вот здесь некоторые тоже имена приведены. Да, и вот одни из последних книг именно про Cognitive Behavioral Coaching, как evidence-based подход, вот я вам тоже здесь привела. Их можно тоже найти онлайн. Все доступно, все только надо читать и изучать. Ну вот перейдем к специфике применения коучинга в организации. Многие из вас написали, что вы терапевты или психологи-консультанты, и, скорее всего, работаете в индивидуальном формате. Но когда мы приходим в организацию, здесь мы встречаемся с немного другой реальностью. Даже если нас нанимают как executive coach, который будет работать с конкретным человеком, организационный контекст, он все равно имеет значение. Потому что организация – это некоторая система. Может быть, кто-то знаком из вас с семейной психотерапией, тогда вы знаете, что такое системная семейная психотерапия. Кстати, многие принципы системной семейной психотерапии применяются в организации, как это ни странно. Потому что организация, как и семья, это тоже система. В системе, если вы знаете, каждый элемент имеет значение. Система не есть суммой элементов. Если один элемент у нас как-то меняется и уходит, меняется система в целом. И организацию мы рассматриваем на четырех уровнях – персональный, межличностный, лидерский и организационный. И все эти уровни взаимосвязаны. Даже когда вы работаете с одним человеком, нужно иметь в виду все эти уровни, потому что они все будут влиять на то, что происходит с этим человеком в организации. И для коуча важно видеть всю систему в целом. То есть системное мышление такое нужно, где бы, на каком бы уровне не работал. Причем может коуч работать на разных уровнях, потому что могут потребоваться какие-то интервенции на межличностном уровне, например, или на организационном, на уровне организационной культуры. Даже если вы работаете с экземпити, с лидером. И поэтому коуч в организации должен обладать знаниями и в организационной и социальной психологии, понимать процессы, которые происходят в организации. Без понимания этого, вот этого целостного видения не будет просто. Еще один момент. Коучинг в организациях, как правило, используется не изолированно, а в совокупности с другими какими-то методами и интервенциями. То есть в контексте организационного консультирования. Опять же, эта модель, я позаимствовала, вот в Лондоне у нас был семинар, и там организационные консультанты рассказывали, как впитывается коучинг в какие-то целостные модели. Потому что организация, опять же, это сложная система. Одним коучингом даже на экземпитив уровне вы можете не ухватить какие-то моменты. И поэтому комплекс интервенций обычно прописывается. Поэтому в организации обычно идет работать команда. Команда, в которой каждый выполняет какую-то свою функцию. Команда консультантов. И еще момент. Если мы в индивидуальном коучинге, у нас в фокусе личность нашего коучи, то в организационном коучинге все-таки в фокусе не столько личность, сколько организация в целом и ее продуктивность. И тут возникает вопрос трехстороннего договора, контракта. Потому что у нас не только контракт коучи, но еще и есть третья сторона, это организация, руководство организации, у которой есть какой-то запрос. Отсюда возникают некоторые этические моменты. Даже не некоторые, а много их, этических таких трудностей, которые постоянно обсуждаются на всех конференциях. Но вот это так. Это специфика работы именно в организации. Вот я вам для наглядности изобразила здесь систему организации, несколько уровней, и мы смотрим как коучи на организацию в целом. И у нас индивид, отдельный сотрудник, например, даже если он менеджер какого-то уровня, все равно мы его воспринимаем как сотрудник, он существует во всех этих, все это влияет на него. Почему здесь уровень лидера вынесен отдельно немножко? Потому что экзекитив отличается от просто коучинга персонала. Как правило, на уровне экзекитив тоже речь идет про организацию в целом. Экзекитив – это тот топ-менеджмент или владельцы организации. И у этих людей, у них уже системное видение организации, у них запросы специфические именно, как правило, про вот то, как двигать, как развивать организацию. И поэтому здесь уже идет такое более широкое видение, чем на уровне отдельного сотрудника. И если мы к этой модели применим когнитивную модель АБЦ или АБСЕ, то что получается? У нас эта модель на всех уровнях присутствует. Ну вот подумайте, какие убеждения, вы, наверное, многие работают в каких-то организациях, если у вас есть, где вы работаете, какие убеждения приняты в вашей организации. Просто подумайте. О чем люди обычно говорят, как они интерпретируют события, какие типичные фразы используют. Это элемент организационной культуры. Но в этом проявляется очень хорошо и когнитивная модель. Можете в чат написать какие-нибудь фразы, какие у вас могут, что вы слышали. Например, организация, да, вот я прихожу в организацию, там все, о, у нас класс, мы самые лучшие, мы всех порвем. Мы там, мы впереди всех. Ну вот у нас вышка такая. В другую приходишь, ой, у нас все плохо. Ой, ну все, у нас вот плохо платят. Вот у нас, наш генеральный, так он все время там чего-то. Все время какое-то вот такое депрессивное настроение у людей. И вот это депрессивное настроение, вы хорошо знаете, кто когнитивно-педитический терапевт, связано с определенными убеждениями. Вот изучить эти убеждения, это элемент организационной культуры. Ну, кто умеет заниматься организационной культурой, все знают, как это все изучать. Пойти, например, лучше всего в кафе или в курилку, послушать, кстати, что люди говорят. Очень все хорошо, понятно и слышно. Ага, сейчас почитаю, что вы написали. У нас дуракам везде дорога. О, хорошее убеждение, да? Вот в нашей организации дуракам везде дорога. А вот умных притесняют, а умным не прорвешься. Слышали? Встречали, наверное, да? Я встречала такие организации. Великие вести не делают люди, которые работают всего 8 часов в день. О, и сразу очень характерно для компаний, да, с высоким уровнем долгарания. Моя коллега называла это тип компаний ЮКОС. Компаний типа ЮКОС. То есть такие компании-выжималки, которые выжмут из вас все, что можно, а потом идите. Если вы уже ничего больше не можете, идите свободно. Ну, у нее был такой просто... Я сама не знаю ничего про эту компанию, но у нее был такой опыт, и вот у нее такая была ассоциация. Ставки делают на новых сотрудников. Кто сколько продержится. Инициатива наказуема. Классная, да? И что будет в этой организации, если есть такая идея? Инициатива наказуема. Все будут тихие и тихонечко. И инновации, и лидерство – это не про них. Это не про эту организацию. Введение инноваций будет очень трудно идти, потому что будет очень сильное сопротивление. Где я ранее работала, говорили мы, лидеры рынка, и официальный девиз компании был – делаем больше. Делаем больше, вперед. Сколько там это? Сильнее, выше, быстрее. Да, лучше всех. И сразу, смотрите, вот стоит написать или произнести эти фразы, как понятен уже, понятно, корпоративная культура организационная. Как понятно, вы уже начнете чувствовать, а хочется вам тогда или нет, потому что соответствует ли это ценностям вашим или нет. И вашим собственным убеждениям. Хотите вы там работать или нет. Дальше, следующий уровень – это убеждение ценности компании. Команды, вернее, да. То есть если у нас были ценности организации в целом, дальше у нас команда или отдел, или организация, как организованно там неправо, зависит, да. Какая структура организационная. И тут же опять-таки могут различаться эти убеждения в рамках одной организации. Вот у разных отделов. Например, в одном музее мы проводили такую консалтинговую программу, и у них отдел маркетинга они ввели, потому что надо же в музеях тоже развивать такой подход коммерческий, да. А у них есть экскурсоводы, у которых очень такой классический подход к корсионным программам. А маркетинг требует инноваций. А вот давайте вы там нарядитесь во что-нибудь там, да, и вот какие-нибудь там, не знаю, танцы-пляски устроите. Эти на них экскурсоводы смотрят, вы что, у нас программа, у нас классика. Они с таким трепетом к этому относятся. А маркетингу ему надо привлекать деньги, надо привлекать молодежь, надо что-то живенькое устраивать. И вот настолько не стыкуются эти убеждения, что они позвали на помощь психологов, потому что они друг друга просто не понимают. И никто не может им помочь друг другу понять. Вот для этого нужны как раз консультанты. И убеждение о ценности нервной отдельных сотрудников. Вот эти все, ну это основные уровни, там еще могут быть какие-то промежуточные. И когда мы смотрим, говорим с одним человеком в организации, но мы же, если в организации у нас трехсторонний контракт, у нас есть еще общеорганизационные какие-то задачи в коучинге, то мы можем услышать все эти слои убеждений, надо их увидеть, услышать, дифференцировать, и понять, как они взаимосвязаны. Как это все влияет, как личные убеждения сотрудника переплетаются с этими резонными, и как это влияет на его благополучие в организации. Вот это непросто. Это немножко другая задача, чем чисто в таком индивидуальном коучинге. Но это системное такое мышление, системное видение. Поэтому коуч в организации, он намного больше должен знать и уметь. вот, как я уже говорила, и знать основу общей социальной психологии, психологии коучинга, в том числе когнитивно-поведенческого подхода, если он работает в когнитивно-поведенческом подходе. Организационная психология менеджмента – это основа бизнеса, потому что, хотя говорят, что коуч, он не эксперт в деятельности клиента, но если коуч не понимает, что клиент говорит, будет просто с ним сложно работать. Поэтому многие коучи специализируются. Есть коучи, которые специализируются на IT, например. Там свой сленг у них вообще. Если вы не привыкшие, то вы просто не поймете, что они там говорят. Есть коучи, которые специализируются на медицинских организациях. Тоже вот у них, они понимают хорошо эту специфику, им с этими людьми легче найти свой язык. Хотя, конечно, в принципе, коуч не должен быть сам медиком для этого. Но важно просто понимать. И есть еще вот требования, некоторые пока еще не четко прописаны, но оно есть негласное, что если коуч работает с уровнем экзекьютив, он сам должен иметь управленческий опыт. Потому что очень сложно установить такие равноценные, равноправные отношения с экзекьютив, вот этими стоп-менеджерами, если собственного управленческого опыта нет. Ну, коучи должны понимать, отслеживать процессы, происходящие в организации, иметь системное мышление, ну и, соответственно, уметь проводить диагностику организации на каком-то уровне, понять, а что происходит в организации, а в чем на самом деле какие-то проблемы. Выявлять потребности и проблемы в организации, и затем выстраивать систему интервенций с использованием коучинга. Я вам покажу сейчас, какие есть виды коучинга в организации, их много разных. И, конечно, коуч один может не всем владеть, поэтому здесь может использоваться команда коучей. Ну и оценивать эффективность интервенции, тоже важная такая компетенция, которую не все владеют, честно говоря, коучи. Кроме опроса обратной связи, где там оцените сессию от 1 до 10, чаще всего это используют. Но это, конечно, не оценка эффективности. Ну вот виды коучинга в организации, что мы можем использовать? Во-первых, коучинг персонала на индивидуальном уровне. Самая такая распространенная вещь, вас нанимает для того, чтобы вы проводили коучинг или сотрудников в некоторых организациях. Чаще всего все-таки это менеджеры какого-то уровня, или среднего, или более высокого. Коучинг именно топ-менеджмент называется экзепитив коучинг, или уровень лидера и уровень организации здесь, потому что экзепитив он как бы выстраивает организацию в целом. В некоторых организациях сейчас уже внедрена система внутреннего коучинга. Я здесь не написала, что коучинг может быть внешний и внутренний. Внешних приглашают извне. Возникла потребность у организации, они приглашают внешнего коуча. Внутреннее, разрабатывается внутренняя модель организации. Во многих уже сейчас есть. И в медицинских компаниях, в IT-компаниях есть, телекоммуникационных есть, я знаю, в некоторых. И сотрудник может вот с своему желанию обратиться к коучу и получить такую поддержку. Коучинг на рабочем месте. Особая такая разновидность коучинга. Здесь менеджер является как бы коучем для сотрудника. Тоже на индивидуальном уровне, но здесь нет приглашенного специалиста коуча. Но для этого менеджеров обучают коучингу специально. И это уже внедрение такой коучинговой культуры управления в организации. Вот здесь шестой пункт у меня есть. Это развитие коучинговой культуры в организации. Что это означает? Это вся коммуникация и управление выстроено как коучинг. То есть обучили, взяли, тоже я встречала такие организации, вот они взяли, они занимались продажами, там, каких-то, ну, не помню, чего, продажи. И они взяли всех своих менеджеров, отправили обучаться коучингу, они обучились, вернулись, и они уже управление обустраивают. То есть сотрудники говорят, не ты должен сделать, там, какой-то дать столько. Они спрашивают, а что ты сделаешь? А как ты повысишь свой доход? А как ты повысишь свою эффективность? Вот они задают ему вопрос. На межличностном уровне коучинг межличностных отношений может использоваться. Коучинг-команд отдельная такая тема на командном уровне. Ну, про остальное я сказала. И частные такие есть еще, какие-то разновидности коучинга. По частным задачам тоже разрабатываются такие программы. Это High Workplace Performance, то есть достижение более высокой эффективности на своем рабочем месте. Это Work-Life Balance Коучинг, достижение баланса между работой и личной жизнью сотрудников. Workplace Stress Коучинг очень популярная тема. Это стресс сотрудников. И вот часто приглашают как раз коучинга. Это не такой общий стресс, а это именно Workplace Stress. То есть стресс на рабочем месте. Есть специальные методики, которые его замеряют. И коучинг именно предназначен для того, чтобы у сотрудников этот стресс снизился. И вот здесь я привела вам такую структуру организационного консультирования, консалтингов, которые как раз у нас устраиваются. Коучинг, то есть для того, чтобы нам понять, для чего коучинг нужен, какие проблемы он решает, нужно пройти достаточно много, большое количество шагов. И в первую очередь это понять потребности организации, понять, что они хотят решить. Для этого проводится собеседование с руководителем, к заказчикам, выдвинуть гипотезы, проверить их, и потом реализовать интервенции, а потом еще оценить эффект. Вот как оценить эффект, это самое интересное, на мой взгляд. Про модели. Моделей достаточно много уже разработано. Это именно комитетно-поведенческий коучинг, обращаю ваше внимание, в организации. И вот по тем же разновидностям модели экзепутик коучинга. Я уже упоминала про модель Фримена, вот есть еще модель Гуд, это автор, в скобочках это автор Гуд. Есть модели коучинга на рабочем месте, довольно много. Есть модели коучинга команд, вот это расшифровывается Community Behavioral Team Coaching, такая специальная аббревиатура. Модель Practice, она может использоваться как на индивидуальном уровне, так и на командах. Ну и модель внедрения коучинга культуры. Этот не все привело, только самые такие известные и характерные. Что дает нам модель? Модель дает нам понимание структуры коучинга. То есть это такой как бы прообраз протокола. То есть мы можем, почему комитетно-бехевральный коучинг, он действительно научно доказуем, с вами с другими, потому что он имеет более строгую структуру, более строгую такой, что ли, алгоритм даже, можно сказать, воспроизводимость. То есть можно посмотреть разные коучи могут работать по одной этой модели, и тогда у них сравнимы результаты. Если мы работаем, ну так вот, у нас творческий какой-то процесс, и у нас нет модели, у нас нет структуры, мы работаем так, как считаем нужным, это может быть замечательно, но это сложно потом как-то проанализировать и сравнить с другими. Как мы сравним? Никак получилось. Вот, поэтому здесь и есть проще исследования организовывать. Ну, вот я привела, например, вот эту модель вот автор, Комитетно-бехевральный коучинг, и как и в других моделях, здесь вот эта аббревиатура, она образуется вот название этапов, то есть первый этап ориентации видения, мы анализируем видение, определяется идеальное будущее, все, в общем-то, в традициях, коучинга, в таких общих традициях, потом анализируем текущие мысли и поведение, вот здесь уже у нас есть особенность, какие мысли и какое поведение, соответственно, не позволяет клиенту достичь этого будущего, что мешает, а потом анализируются мысли и поведение, которые способствуют достижение идеального будущего, и мы из такой ограничивающего мышления переходим в поддерживающий мышление, которое способствует переходу в это идеальное будущее. Потом такой эксперимент, этап, это аналог дискуссии в КПТ, собираются данные за и против мысли и поведения, формируется новая такая модель мышления, гибкое мышление и, соответственно, новое поведение. И потом уже транзишн, переход, то есть движение уже к новой модели поведения, перформанс, вот этого, то есть работы, деятельности, новой модели деятельности. Помните, да, что это все в рамках организации, соответственно, в рамках деятельности, не просто так. Вот модель КПК на рабочем месте, CBC, ПРА, называется ПРА, это Problem Reality Action, тоже, в принципе, модель вполне соответствует большинству моделей коучинга. Но здесь есть нюансы, можно здесь посмотреть отдельные этапы, которые как раз показывают эту специфику, потому что это КПК на рабочем месте, это именно менеджеры, которые желают повысить потенциал своих сотрудников, они таким образом с ними взаимодействуют в этой модели. Вот про рациональное лидерство. Как я уже сказала, именно Альберт Эллис, он предложил эту идею рационального лидера и предложил ее именно для экзекьютеров, для топ-менеджеров. И рациональный лидер, он основывается в принятии решений на рациональном мышлении. То есть опора на факты, а не на ограничивающие убеждения. Но чтобы это осознать, вот как раз и нужен помощь, чтобы понять этому лидеру, что где у него вот эти искажения, где у него и рациональность мышления, и что его ограничивает. Человеку самому часто это незаметно, непонятно, потому что он привык просто так думать. Это привычка. Наши способы мышления, это привычки. Так же, как и привычки, например, есть сладкое, мы можем изменить, так же и мы можем изменить привычные способы паттерна мышления. И у такого лидера фокус на интересах организации, а не на личных интересах. Там еще эмоциональный интеллект используется, модель эмоционального интеллекта, то есть модель А, Б, Ц и плюс еще работа с эмоциональным интеллектом, то есть управление своими эмоциями. И вот такой лидер становится руководитель, который действительно рационально мыслит. И вот они говорят, что основные навыки такого рационального лидера, это, во-первых, навыки рационального мышления, с опорой на факты, и плюс еще само сознание и рефлексия. Хоровая рефлексия это основа для рационального лидера. И кто занимается КПТ, в принципе, вы тоже знаете хорошо, что именно клиенты с хорошим уровнем рефлексии, они достигают более высоких результатов, которые они способны осознать свои паттерны мышления и потом их менять. Люди со слабой рефлексией, конечно, им это очень сложно дается, поэтому у нас есть термин coachable, получабельный, получибельный клиент, то есть это обычно клиент с такой хорошей рефлексией и с готовностью меняться. Человек готов менять себя, это одно из условий того, что он будет coachable. И вот такой термин рациональной организации тоже есть. Это такие организации, системы управления, в котором строятся на управлении информацией и решения принимаются на основе фактов. Вот те убеждения, которые вы приводили мне в чате, они как раз хорошо показывают, что есть некоторые иррациональности. Здесь это хорошо видно. А вот рациональных организаций, во-первых, открытость важна. Нет вот этих недосказанностей, а вот эта информация скрывается, а вот это мы сейчас не скажем, а скажем потом, когда время придет. закрытость она всегда создает напряжение в системе и всегда происходит деформация организационной культуры. Манипуляции, опять же, в рациональной организации тоже не будет. В рациональной организации люди обсуждают открыто и дискутируют какие-то сложности, конфликтные ситуации, они открыто обсуждаются. Решение ориентировано на долгосрочные результаты, то есть не семиеминутная выгода какая-то, а мы смотрим в перспективе стратегию и какие долгосрочные результаты нас интересуют. А вот иррациональные организации, они опираются на ригидные иррациональные убеждения. Иррациональные, помните у Элиса, это то, что отличается от реальной картинки. Сдвиг, когнитивный сдвиг, или преувеличение, то, что вы писали, мы самые крутые, это преувеличение, или преувеличение, у нас все плохо, у нас все вообще хуже всех, или какие-то еще происходят искажения. И это может приводить к неэффективным решениям. Например, очень распространенное иррациональное убеждение, это убеждение в рациональности поведения потребителя. это в экономике раньше было такое представление о том, что человек всегда принимает решение рационально, исходя из собственной выгоды. Вот то, что ему более выгодно, то он и как бы использует. На самом деле вы хорошо знаете, что это не так, и масса есть эффектов потребительского поведения, и люди в потреблении ведут себя совершенно иррационально. Но если вы верите в то, что люди рациональны, то вы наделаете просто много ошибок. в своих приятиях решений. То же самое вера в справедливый мир, она иррациональна, иррациональная идея. И очень много других. И если у нас есть такие верования, какие-то убеждения, предубеждения, мы можем принимать неэффективные решения. Для организации это может быть фатально в некоторых случаях. Человек что-то недокупил, его обманули, это какой-то сюжет в его жизни. А для организации организация может просто разбавиться, если она принимает нерациональные решения. Вот управленческий коучинг, также менеджерил коучинг, тоже такая модель есть, рационал менеджерил коучинг программ. и вот обратите внимание, здесь есть определенные навыки, которые здесь обучают персонал этим навыкам. Это эффективные навыки общения и обратной связи, мотивация и вот это рациональное лидерство и управление эмоцией. То есть это входит в программы вот этого управленческого коучинга. Про объективно-поведенческий коучинг команд несколько слов. Вот тоже я приводила эту модель CBTC и модель практиц, она очень популярна в объективно-поведенческом коучинге, модель практиц тоже разработана в рамках coaching psychology. И здесь эта модель, она как бы распадывается на несколько сессий. в связи со спецификой коучинга команд, потому что коучинг команд, там у нас одновременно участвует вся команда в процессе и он конечно дольше. И тогда на первой сессии используется постановка целей, анализируется, что хочет команда достичь, видение формируется, что мы хотим. На второй сессии анализируются альтернативные решения и их применение и на третьей сессии уже оценка этих решений и окончательные какие-то решения на будущее. Вот такая модель из трех сессий, где-то может по четыре часа длиться каждая сессия. Коучинг команд обычно короче, например, тренинговые какие-то группы, потому что в командном коучинге там очень идет такая умственная активность, люди устают быстрее. То есть восемь часов в день очень тяжело выдержать обычно по короче, по четыре часа и будет сессиями. Ну и вот про коучинговый стиль лидерства Уанна Дэвид тоже сформулировала особенности лидеров. Тоже посмотрите здесь принципы когнитивно-поведенческого подхода тоже воплощены. Например, гибкость, реализм и принятие реальности, принятие на себя ответственности. Это все такие характеристики, которые тоже прорабатываются именно в использовании когнитивно-поведенческого коучинга. Вот про исследование. У нас время ограничено, поэтому я немножко поскорее, потом вы вопросы зададите, если что-то где-то непонятно, нужно куда-то вернуться. Хорошо? Про исследование эффективности когнитивно-поведенческого коучинга. В чем основная проблема? Выбрать переменные, которые мы действительно меняем. Мы приходим в организацию и что мы меняем? Понятно, что сначала мы проводим диагностику или нам руководитель рассказывает, какие у них проблемы. И мы понимаем, что они хотят изменить. Но все равно нам надо понять для себя сформулировать, какие переменные в процессе коучинга будут меняться. И это важно для исследования и оценки. Как обычно проводится оценка? Когда вы просто в конце спрашиваете обратную связь, это недостаточно, потому это не дает нам объективной картинки изменения. Изменилось ли что-то? Человек может сказать изменилось. Посмотрите мой предыдущий вебинар, я там говорила про различные когнитивные искажения, эффекты. Например, есть такой эффект, когда человек вложил много денег во что-то, он это высоко оценивает, даже переоценивает. То есть чем больше ты вложил денег, сил, еще чего-то, ты это высоко оцениваешь. Есть ли на самом деле эффект вопрос? Это эффект нашего мышления. И там еще масса эффектов, которые влияют на мнение. Мнений недостаточно, нужно что-то померить объективно. Для этого используются различные шкалы, опросники, инструменты, которые были предварительно валидизированы. И измеряем мы внедрение коучинга или проведение коучинга. Замеряем что-то. Потом после, когда у нас прошел коучинг, рекомендуется не сразу после, а через две недели, а потом еще можно через месяц замерить, чтобы посмотреть, действительно ли изменения сохраняются. Вот, например, некоторые исследования, конечно, не все, некоторые я выписала, рационально-эмоционально-эмоционально-бихеверальный коучинг приводит к снижению тревоги и стресса на рабочем месте. Такое исследование было. То есть тоже замеряли сначала тревогу и стресс сначала у сотрудников, потом внедрялся коучинг, потом смотрели, изменилось ли что-то и действительно снижалось. Потом, вот, смотрите, применение руководителями коучинга на базе, опять же, рэп, оказывает позитивный эффект на производительность сотрудников, стресс, лидерство и рациональное мышление. Вот такие перемены. Смотрите, стресс очень много формулируется. Здесь опять стресс идет. Это очень популярная тема, действительно. То есть, это именно такой производственный стресс, что называется. То есть, снижение вот такого workplace стресса. Также, вот, один год экзекутифа коучинга, когнитивно-поведенческого коучинга в этом случае, повысило самоэффективность и осознанность. То есть, насколько люди осознают себя и свои потребности, а также навыки руководства. Это мой перевод, просто я, поэтому я перевела исходный экзекутиф перформанс. Я это перевела как навыки руководства. Может быть, вы по-другому переведете. Еще, опять, стресс на рабочем месте и повышение работоспособности у сотрудников тоже повысилось. Здесь у нас программа КПК для менеджеров среднего звена повысила их управленческую эффективность. И вот еще психологическое благополучие на рабочем месте. и резилентность или жизнестойкость. Это как раз вот те перемены, которые сейчас очень актуальны. Во многих организациях у них запрос как раз на то, чтобы повысить благополучие сотрудников, снизить стресс и тревогу, потому что, ну, вы знаете, стресс и тревога у нас сейчас очень сильны везде. Усилить их жизнестойкость. Вот как раз вот эти актуальные запросы когнитивно-поведенческий коучинг решают и решают это доказано. Хотя здесь, конечно, тоже в этих исследованиях есть еще проблемы. Например, чаще всего выборки не очень большие, трудно собрать выборки значительные. Может быть, дизайн где-то не очень такой совершенный, где-то нет контрольных групп. Но это уже что-то. Это уже что-то и просто дальше надо развивать и совершенствовать дизайн вот этих исследований. И шкалы. Еще вам приведу шкалы, потом можете поподробнее посмотреть. Это все в улице. Это шкалы, методики. К сожалению, они не переведены на русский язык, но мы будем работать над этим и скорее всего что-то будем переводить потихонечку и адаптировать. Просто перевести мало. Надо не просто перевести, но и адаптировать, проведить на русскоязычные выборки, валидизировать что-то, если это такая шкала измерительная. Нужны процедуры валидизации. Это довольно долгая и трудозатрата. Вот есть Freeman Gavita Prescriptive Executive Coaching Assessment это шкала. Как раз я говорила про модель Freeman. Managerial Coaching Assessment System Clock Tower Model of Executive Coaching Evaluation вы можете посмотреть в нашей СН-статье. Она приведена, эта модель вот это именно модель, это не методика, а модель как на разных уровнях, чем оценивать эффективность коучинга именно в организации. Manager Rational and Rational Beliefs Scale вот смотрите здесь именно шкала рациональных и иррациональных убеждений менеджеров. Она специально для менеджеров разработана. Если вы работаете именно в организации, с организациями, вот учтите, есть такие методики, перевести надо. Prescriptive Index Platform это платформа целая, которая может можно высчитывать вот этот индекс. Mood Reefs и так далее. M. Reefs у меня приведена второй раз. То есть шкалы они есть, они применяются. Ну вот идея, которую я рад и продвигаю это то, что нужно это делать теперь у нас в России. Для того, чтобы в России когнитивно-погнитивный коучинг и вообще evidence-based коучинг он стал действительно evidence-based. доказательным и никто не мог бы сказать, что коучинг это что-то такое странное и маргинальное. И вот последний еще момент и перейдем к вашим вопросам, если они есть, подумайте, какие у вас вопросы. С какими запросами эффективен коучинг в организации? На индивидуальном уровне, но я вам уже показывала стресс, стресс и стресс, его очень много, это большой запрос. Потом мотивация. Вот руководители часто у них претензия к сотрудникам, что ли, мотивации не хватает у сотрудников, для этого они нанимают коучей, чтобы поднимали мотивацию. Но там надо смотреть на самом деле, с чем это связано, конечно, то есть мы же помним про систему, системный подход, и интересно иногда, что нанимается коуч не для сотрудников, а проблема может крыться в руководителе и заканчивается все, возможно, коучингом, экзекутив коучингом, потому что на самом деле очень много идет сверху от руководителя, руководитель очень сильно влияет на организационную культуру и на вот эту систему убеждений, которые в организации циркулируют. Очень великой роль лидера. Work-life balance и, конечно, очень такая тема распространенной, так скажем, организации, но это уже больше со стороны сотрудников. Со стороны руководителя им надо мотивацию повысить и вовлеченность еще очень любимая тема вовлеченность повысить, чтобы все сотрудники были вовлеченные, мотивированные, они там не выходили из организации вообще, а у сотрудников это снизить стресс, work-life balance достичь, вот, но еще индивидуальная траектория построения карьеры, такая популярная тема, это еще отдельная версия, это такое карьерное уже консультирование, тоже когнитивно-поведический подход, там очень хорошо работает, на групповом уровне или командном это развитие команд и достижение более высокой эффективности команд, но иногда еще такой запрос на решение каких-то внутренних претворечий в команде, конфликты какие-то, которые тормозят их, вот тоже может такой быть запрос на конфликты в командах, и вот для этого тоже проводится внимательность коуч, чтобы поработал именно с командой, здесь они затрагивают джайл, коучинг, это отдельная такая тема, это именно такой классический коуч-команды, и на организационном уровне это, ну вот экзекутив коучинг, я уже сказала, он все-таки, это взгляд сверху, это, вот экзекутив, это выход на какой-то другой уровень, что ли, бизнеса часто, вот, когда они хотят выйти на какой-то другой масштаб, то есть, идти на другую какую-то ступень, им часто как раз для этого они берут коучи, ну, соответственно, коучи должен обладать, в первую очередь, личностной такой силой, чтобы соответствовать уровню этого экзекутив, они проводят специальный кастинг, они смотрят, и вот развитие организационной культуры, такой уже более широкий, там не только коучинг, конечно, внедрение коучинговой культуры, это один из элементов развития организационной культуры в целом, там комплекс обычных мероприятий используется, различных других, от тренингов до каких-то просто даже кадровых перестановок и реструктуризации, изменения структуры какой-то организационной. Вот здесь мои контакты, здесь я привела почти все контакты, где мне можно найти, телеграм, вот моя вышкинская, почта можете мне написать, после прошлого вебинара мне встать писали на почту, вконтакте проще всего, если вот вы просто сюда дойдете, можете со мной там связываться, я там все новости тоже сообщаю, и вот наша еще научно-учебная группа психологии организационной коммуникации, здесь можно найти статьи, я здесь статьи не скидываю, то что в чат долго не сохранится, но вот если вы здесь перейдете, там вы можете найти вот эту нашу статью с Еленой про эффективность коучинга, и там есть как раз про эффективность коучинга организации, есть про эффективность когнитивно-поведенческого коучинга, она, конечно, не очень большая, потому что журналы имеют ограничения определенные по объему, но основные моменты и ссылки вы можете посмотреть и вот почитать. Ну и приглашаю в нашу секцию коучинга, кому это интересно, ну вот Михаил уже у нас в секции, может быть, кому-то еще будет интересно, это чат секции коучинга ППП, и вот здесь можно вступить, и там же вы можете найти ссылку на этот канал в Ютубе, где мы размещаем записи вебинаров, вот здесь вы можете найти эту ссылку, и, соответственно, посмотреть предыдущие вебинары, чтобы какие-то еще дополнительные дополнительную информацию получить. Вот. На этом у меня все. И еще приглашаю, конечно, к исследованиям, не обязательно в рамках секции, а вообще вот кому интересно развивать именно evidence-based подход, научно обоснованный подход в коучинге, приходите. Я в аспирантуру тоже могу пригласить, Выше школы экономики, тоже сейчас, кстати, набор идет, можно туда поступать, можно просто, кому интересно. И вот на базе секции мы будем тоже организовывать исследования, проводить эти исследования. Сейчас я хочу посмотреть, есть ли вопросы. Так, где на английском языке можно учиться executive coaching? можно и на русском языке учиться. У нас сейчас есть несколько таких хороших школ, которые executive coaching. На английском надо смотреть. Я англоязычных программ, конечно, очень много. Алена, вы в какой-то другой стране живете, да? Надо посмотреть, где. Потому что, ну, я знаю в России, кто у нас занимается развитием executive coaching. Есть прямо школа executive coaching Марии Морозовой. Есть на базе Национальной Федерации coaching и mentoring тоже курс executive coaching. Но есть очень много их сейчас executive coaching. И есть приезжающие к нам часто различные гуру executive coaching. Но это надо уже смотреть и отлавливать. они могут как раз на английском языке быть. Если вы за рубежом находитесь, то в Великобритании очень много таких программ. В США тоже очень много. Я не знаю просто где, если вы живете за границей, то лучше стать там. Там очень много. Просто набрать executive coaching и смотреть. Там их много. Потому что мы учились, как правило, там. Мы сюда привезли оттуда программу. Ну вот в Лондоне я знаю точно есть. Просто под рукой у меня сейчас нет ссылок, но это можно все поискать. Есть ли вопросы? Можно голосом. Давайте пообщаемся может быть голосом. Потому что этот чат видно только мне. что вы с собой уносите, забираете. Давайте так. Что-то. Наталья, спасибо. Уношу с собой огромное количество полезной информации. Просто как раз я закончила базовый курс, потом обучалась эмоциональному интеллекту. Теперь я вижу, во что это можно сложить, кроме как практику психолога можно пойти дальше, развиваться в коучинг, очень зажгли. Спасибо. Да, развиваться в коучинг, приходите. Пока у нас еще нет такого окончательного списка программ в ассоциации, но он будет в конце августа и следите за анонсами и что-то будет про организационный коучинг, возможно, будут тоже программы. Есть еще желающие желающие высказаться, что вы уносите с собой. Когда нет вопросов, это два варианта, или все слишком понятно, или вообще ничего не понятно. Добрый вечер, можно так, без камеры, но голосом. за данный вебинар тоже зажгли, буду ждать обучения, потому что я более 15 лет проработала в сфере управления персоналом, как HR, плюс образование психолога, и вот тоже идеальное сочетание, на мой взгляд, потому что очень теперь понятно, что происходит внутри и почему. Да, для HR, конечно, очень важно иметь это системное видение и видеть организацию в системе. И, кстати, HR очень часто как раз являются инициаторами внедрения коучинга в организации, потому что они понимают эту ценность, они видят для чего и начинают это внедрять. Да, это точно, тут главное лидера убедить. Как вы верно сказали, все начинается сверху. Да, лидера отправьте поучиться в коучингу, они загораются. Греб, думаете, он все время ездит куда-то за границу учиться, потом приезжает и начинает что-нибудь внедрять. Замучилось. Да, да, да. Спасибо большое. Ага, Наталья. Коллеги, здравствуйте, извините, я без камеры буду с голосом. У меня вопрос по поводу запросов на коучинг в организации. Там был такой параметр, как производительность. Может ли руководитель ставить запрос коучинг работать с его сотрудниками, повысить уровень продаж, чтобы делали X2, допустим, или всегда выполняли план, каждый месяц был выполнен. Просто ставить именно цифры. Если организация занимается продажей, могут ли они ставить цифры, или коуч переводит это в какие-то другие параметры, как он с этим работает? Ну, знаете, руководители могут все что угодно сказать. И, конечно, чаще всего они именно в цифрах и хотят. То есть, видите, результат. Например, они хотят повысить прибыль. Им самая понятная картинка это повышение прибыли. До внедрения коучинга у меня была такая прибыль, потом мы год у нас коучи что-то делали, потом через год вот у нас прибыль вот такая. Им это самое понятное. Есть такая методика измерения эффективности коучинга это роя. Наверное, знакомы с таким термином. То есть, это как раз у нас какой коэффициент повышения прибыли, экономический критерий произошел после внедрения коучинга. Но есть очень много статей, которые критикуют этот подход, потому что, во-первых, очень сложно понять и отследить это именно коучинг привел к этому повышению или какие другие факторы. Во-вторых, все-таки коучинг он не только ну как бы чисто на экономические показатели работает, но больше работает на психологические это психологическая работа с личностью. Там могут получиться конечно различные эффекты. Поэтому, что мы делаем? Всегда, когда вы приходите в организацию, у вас есть первая встреча с заказчиком. Называется снятие заказа или запроса. И вы с ним беседуете. И вот здесь тоже ваша ну такое ваша роль как консультанта, как коуча вывести его на реальный запрос. Вот я хочу, чтобы у меня все сотрудники там пахали и не выходили из офиса значит нужно отсмортировать этот запрос, насколько он реалистичен, насколько он действительно приведет к тем целям, которые вы хотите. И этого ли вы хотите вообще. Вот не помрут ли сотрудники после такого, если они начнут пахать днем и ночью. Я хочу, чтобы у меня там повысились продажи. Это вполне, да, опять же, мы смортируем и смотрим, насколько реалистично это. От чего это зависит, самое главное. Вот от чего это зависит. То есть нам нужно выйти на психологические какие-то характеристики, которые могут повлиять. То есть, например, продажи, повышение продаж может повыситься, когда у меня сотрудник более четко понимает свою цель. он умеет ее ставить, умеет ее, видит ее четко, да, цель, он к ней идет. То есть здесь какой-то еще вот, ну, немножко образовательный тоже момент, когда, именно когда мы снимаем запрос и нужно здесь разговаривать с этим руководителем, заказчиком. Это может быть или руководитель, или HR. И нужно как раз стараться выйти на какой-то более, во-первых, реалистичный, во-вторых, более соответствующий действительно реальным целям организации. Вот иногда не одна даже такая встреча, иногда может быть две-три даже понадобится, чтобы действительно выйти на какой-то запрос организации. А потом у нас еще трехсторонняя встреча. Трехсторонняя встреча это когда мы, если для экземпетита нанимается, когда мы встречаемся с заказчиком, коучом, и, собственно, клиент, которого этот коуч будет коучом. и надо согласовать интересы всех трех сторон. Потому что иногда бывает так, что вы работаете с руководителем, с менеджером, а после коучинга он понимает, что ему нужно совсем другое, а не работа в этой организации. И он уходит. И вот здесь тоже возникает этический момент. У вас наняла организация, чтобы вы там повысили его эффективность, он повысил свою эффективность, но ушел. Что с этим делать? Ну вот. Что на уровне поведения должно проявляться в человеке, чтобы он стал тем человеком, который делает в два раза больше. Да, да, например. Да, что он должен делать? Прямо вот конкретные вопросы вы задаете. То есть это тоже, вы сняете запросы, тоже вариант коучинга. Такого проясняющего, то есть как вы проясняете этот запрос у вашего заказчика, что на самом деле он хочет. И что может случиться, если действительно, а вообще реалистично ли сделать в два раза больше? Можно спросить, а что, сколько сейчас он делает, например, может он сейчас уже очень много делает, а если он будет еще в два раза больше, что с ним будет тогда? А может быть как-то изменить процессы, и тогда получится делать в два раза больше? То есть не человека заставлять больше работать, а какие-то процессы изменить. То есть тут могут быть как раз различные уточняющие вопросы, задавать такого рода вопросы. Есть ли еще вопросы, может быть, или какие-то? Ага, Линда, пожалуйста. Добрый вечер, Наталья, добрый вечер, коллеги. Я хотела просто поблагодарить за такую емкую вебинар, емкую презентацию, такую насыщенную материалами, именно для меня бальзам на душу, вот эти модели, формулы, концепции, фамилии, которые можно, то есть такой импульс получил тебя, чтобы дальше пойти, еще что-то смотреть, огромная благодарность. Спасибо. Да, почитайте, посмотрите, вот, и вот здесь статью нашу почитайте, там еще больше ссылок, я люблю, чтобы все было со ссылочками, чтобы можно было все проверить и везде посмотреть. Да, спасибо большое. Ага, где будет запись опубликована, ну, откуда вы пришли? На канале. В телеграм-канале у нас два канала есть, вот этот телеграм-канал секции коучинг и есть общий телеграм-канал, ну, вот не знаю, будет ли там, но в телеграм-канале секции коучинг точно будут записи опубликованы. В общем, В общем, АКПП, наверное, нет. Там скорее объявление только сделается. Ну и которая у нас группа, кто у нас уже в членах, конечно, в этой группе тоже будет эта запись обязательно. Хорошо, если вопросов больше нет, мы можем, у нас еще 10 минут, но мы уже можем закончить. 8 минут. Нет больше вопросов? Тогда вот еще раз приглашаю к сотрудничеству, к совместным каким-то, может быть, проектам, которые мы будем проводить обязательно, исследования и развивать научно-обоснованный коучинг в организациях. Если кто-то работает в организациях, то тоже может со мной связаться и мы можем пообщаться на тему того, как это сделать, может быть, запустить у вас проект, тоже я могу с этим помочь. Мы можем это обсудить. Хорошо, да, мои контакты еще раз покажу вот здесь, чтобы, если кто-то, пишите и обращайтесь. Тогда мы заканчиваем. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего вечера. Спасибо. Хорошего всем вечера. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...